В 2018-м Елена Кремлёва, вдова погибшего пациента и команда юристов прошли через несколько кругов судебных тяж. По три процесса с каждым из двух медицинских учреждений. С судебно-медицинской экспертизой были установлены дефекты оказания медицинской помощи, которые привели к плачевному результату, к смерти потерпевшего. Если бы этих дефектов не оказалось, то, возможно, жизнь пациента была бы спасена. История, изложенная в материалах дела, для широкой публики прозвучала осенью прошлого года. Тогда стороны зашли на новый виток судебных разбирательств. Елена Кремлёва хотела взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей компенсацию морального вреда. Чуть больше полгода с нашей первой встречи юристы и их подопечная прошлись по нескольким судебным инстанциям. Из Альметьевска в Казань они направились с решением о возмещении в 120 тысяч рублей. Что это за сумма? За смерть человека, за смерть единственного кормильца 120 тысяч рублей. Поэтому, благодаря моим адвокатам, благодаря судмедэксперту, нам пришлось обратиться в дальнейшие суды. В итоге, с двух медучреждений удалось истребовать 700 и 800 тысяч рублей. А началось всё с визита в поликлинику по прописке. Там врачи, по мнению вдовы, недобросовестно оказали услугу. Слишком поздно отправили на обследование. Спустя неделю после этого наступило резкое ухудшение. Скорая, приехавшая на вызов, с самого начала повезла больного в медсанчасть. Оттуда их отправили в ЦРБ и снова обратно. Остался он во втором учреждении, где 20 ноября в 3.25 утра скончался. За 5 лет дело о некачественном оказании услуг успело побывать гражданским, уголовным, снова гражданским. Уголовное дело возбудили по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, второй её части. Привлечение врачей к уголовной ответственности происходит в течение трёх лет. Соответственно, длительность экспертиз, да, у нас в данном случае было 4 года, уже освобождает их от уголовной ответственности. То есть срок привлечения прошёл. Соответственно, потерпевший может подать только в гражданскую параду на мудро и моральное вреда. Пока команда решила взять перерыв в судебных тяжбах, чтобы в будущем, возможно, подать повторный иск в Кассационный суд. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.